Здравствуйте! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на такую тему «Что чувствует к вам сегодня загаданный человек?» Я всех поздравляю с наступившим, наконец-то, Новым Годом! Желаю вам счастья, здоровья, успехов, чтобы все ваши мечты сбывались! У нас будет с вами 6 позиций по одной карте. «Что чувствует к вам сегодня человек?» Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Запись идёт на святки. Сейчас уже даже идёт на 10 января, хотя святки у нас с 7 по 18. То есть уже расписаны первые дни по святкам. И на просто расклад идёт запись на 5 января. Поэтому спешите! Пишите мне в Viber, WhatsApp, личные сообщения ВКонтакте, также в Директ Инстаграм. Я обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также обязательно приглашаю вас в свою группу ВКонтакте «Диагностика сканирования целителями». Там есть всё для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в Инстаграм, там каждый день есть новые онлайн-гадания. Заказывайте у меня приворотные свечи, приворот разжигания страсти. Они придут вам по почте вместе с инструкциями, как проводить этот приворот. И вы разожжёте между собой партнёром страсть. Также они лечат от импотенции, потому что раскручивают сексуальную чакру. Заказывайте у меня талисманчики из различных камушков. Вот есть всякие камушки природные, естественно, полудрагоценные. Есть и нефрит, у меня и яшма, и аметисты есть. Разные есть камушки. И естественный янтарь. Янтарь – это единственный камень, который не участвует в чёрномагических ритуалах. Заказывайте себе на любую цель. Я вам вышлю ваш талисманчик, будете носить его с радостью, с любовью. И он вам будет во всём-во всём помогать. Есть разные камушки совершенно разного цвета, разного размера. И кому-то, может быть, что-то приглянётся, определённое, особенное, чего другим даже и не посмотрел бы человек. А вот человек другой смотрит, и вот этот мой камушек. Так, перед вами шесть позиций по одной карте. Что чувствует к вам сегодня загаданный человек? И начнём. Для тех, кто выбрал первую позицию, вышла карта Королевы Пентаклей. По карте Королевы Пентаклей чувства у человека есть. Они часто бывают довольно серьёзными, хорошими, крепкими, основательными. Особенно если вы женщина знака земли или если вы загадывали своего мужа. То есть он вас воспринимает как жену, как женщину для серьёзных отношений. Вы ему приятны. Он считает, что с вами есть о чём поговорить. Относится с восхищением, я бы так сказала. И видно, что чувство есть в каком плане. Что это какая-то вот такая спокойная, приземлённая любовь. Когда люди не мучаются такой дикой страстью, а именно как вот душевно так очень относятся друг к другу. Если вы не женщина знака земли и не жена партнёра, он может чисто теоретически оказаться женат. Вот именно для того случая, когда вы загадали женатого человека, я сейчас вытащу ещё одну карту. Именно для этого случая. Семёрка мечей. Ваша связь тайная от его жены, если он женат. И человек украдкой чувствует к вам страсть. Он хотел бы с вами строить отношения. У него к вам идёт привязанность большая. Но он не может упустить из внимания то, что у него есть жена. То есть вы находитесь в любовном треугольнике, где женщины рассматриваются по чувствам. Ну, либо на одном уровне, либо вам всё-таки отдаётся именно предпочтение в сторону страсти, секса, вожделения. Когда человек привязан к вашему телу. Как будто он заворожён вами. Причём виды на то, чтобы построить с вами серьёзные отношения, у него тоже есть. То есть вот если бы я развёлся, да, и вот если бы я на ней женился, было бы очень классно. У нас бы была хорошая пара. Ну, вот такая первая позиция. Позиция номер два. Что чувствует к вам сегодня человек? Вышла карта король жезлов. Король жезлов означает часто ревность. То есть человек может подумывать над тем, во-первых, что у вас может быть какой-то другой мужчина. Если действительно конкурент есть, он эту конкуренцию очень остро чувствует, ему тяжеловато воспринимать. Он всё время думает о том, что, не дай бог, к вам кто-то прикоснётся или прикасается. И вот начинает рисовать какие-то такие картины в голове. И, естественно, его это очень гнетёт. Но также король жезлов может означать, что человек в физическом смысле к вам привязан, то есть испытывает страсть. У него огненные энергии преобладают, если особенно он сам мужчина знака огня. И здесь очень хорошо прослеживается в этой позиции, что он хотел бы над вами обрести некоторую власть. То есть показать, что он главный, показать, что он мужчина, показать своё мужское начало. Фаллический символ – это жезл у нас, да, у мужчины в руке. И мы, естественно, понимаем, что мужчина из себя всё показывает. То есть вот он я, вот он я на троне, вот мой фаллический символ. Естественно, он хочет, чтобы вы его признали. Он хочет, чтобы вы им любовались, чтобы вы делали ему, может быть, какие-то комплименты, замечали его, уделяли ему внимание. И он хочет постоянно держать ваше внимание у себя, то есть иметь какой-то с вами контакт. Такая позиция номер два. Третья позиция. Что чувствует к вам сегодня человек? Туз Пентакли. Счастливая карта. Вы знаете, те, кто вытянул сегодня третью позицию, ждите какого-то счастья в личной жизни. Причём, знаете, что это какой-то, знаете, такой посыл для вас свыше, что, ну, что-то произойдёт. Что-то произойдёт, того, чего вы совершенно не ожидали. Но по чувствам эта карта означает часто возврат отношений, то есть второй шанс на отношения. Если вы особенно ссорились, расставались, человек очень хочет восстановить эти отношения, помириться с вами, он вас заинтересован. Причём в серьёзном смысле. То есть ему бы хотелось с вами там брака, серьёзных отношений, чтобы всё у вас стало в отношениях супер, всё хорошо. И если вы сейчас просто в отношениях, то есть не ссорились, не расставались, то этот человек хочет на вас жениться и, может быть, сделает предложение. Если вы в браке находитесь, то он что-то вам хочет подарить. Но в любом случае он вами очарован, он считает, что вы красивая, умная, замечательная. Он думает о вас часто. Сейчас его внимание, оно приковано к вам, получается. И, конечно, туз пентакли означает счастливые отношения часто, даже судьбоносные какие-то. То есть туз пентакли – это действительно заинтересованность в человеке. Это чувство, это страсть, это привязанность к красоте, к телу, к женщине. И я считаю, что то, что вы её вытянули, это для вас какой-то именно знак. Такая позиция номер три. Позиция номер четыре. Что чувствует к вам сегодня человек? Как вышел король пентакли? Ну, сегодня у нас прям фигурные карты так и прут. То королева, то король, то король жезлов был. Сейчас король пентакли. Король пентакли означает, что у человека к вам серьёзные чувства. Что он бы вступил с вами в брак, какие-то основал бы серьёзные отношения. Либо если вы уже в браке, ну, с удовольствием будет их продолжать. Он заинтересован в вас, как в женщине, как в человеке. Как в ком-то, на кого можно положиться. Он хотел бы оказывать вам покровительство, дарить какие-то подарки, вас финансировать, заботиться о вас. Также, если вы замужем, то человек рассматривает вас именно как замужем. Может от вас воздерживаться, имея в виду вашего мужа. То есть, понимая его авторитет, так скажем, отдавая ему первенство в этих любовном треугольнике. Давайте на этот случай, именно если вы замужем, уточним. Видите, выходит пас жезлов. У человека у вас есть заинтересованность, страсть, привязанность. Но если вы замужем, это именно карта на случай, если вы замужем, то дальше каких-то, может быть, лёгких отношений, разговоров не заходит, потому что человек вашего мужа ставит в приоритет. Вот такая позиция номер четыре. Пятая позиция. Что чувствует к вам человек сегодня? Вышла карта умеренности. Во-первых, умеренность часто означает воздержание. То есть, когда человек под контролем держит свои чувства, эмоции по отношению к вам и может очень спокойно общаться, разговаривать, потому что внутренне пытается найти равновесие. По отношению к вам. Воздерживается он по разным причинам. Воздерживаться может, например, если вы замужем, он пытается с вами дружить, чинно-благородно общаться, хотя внутренне есть чувства. Причём чувства довольно глубокие и серьёзные. Также это может быть, если вы сейчас просто сами по себе не очень расположены к общению, то есть человек молчит, сдерживая себя, чтобы не нарушать какой-то ваш покой. Также умеренность означает промедление в ситуации с чувствами. То есть человек никуда не торопится. Он, если и развивает отношения, то очень медленно. И эти отношения идут серьёзным посылом. То есть чувства у него есть, он в вас заинтересован. Он хотел бы, допустим, построить в будущем когда-то семью, родить детей, если вы ещё за ним не замужем. И он бы хотел никуда не торопиться, а вот продвигаться шаг за шагом на пути к этой цели. Но тогда это человек спокойный сам по себе, и он может казаться вам несколько пассивным, хотя в вас заинтересован. Если же вы замужем за этим человеком, сейчас сгадаете на мужа, то карта умеренности говорит о том, что у него спокойное к вам, хорошее чувство любви, привязанности, заботы. И карта говорит о том, что люди притёрлись, о том, что люди смирились с недостатками друг друга и готовы мириться с этими недостатками дальше. То есть может быть даже чего-то не замечать, на что-то прикрывать глаза. Вот такая позиция номер пять. И шестая позиция. Что чувствует к вам сегодня человек? Вышла карта шестёрка мечей. Шестёрка мечей означает желание освободиться, желание, допустим, выйти из этих отношений. И если вы не расстались, если расстались, она прямо и означает, что человек переживает расставание и пытается освободиться от гнетущих его чувств. В любом случае чувства к вам есть, но человек как будто бы пытается их с себя скинуть, освободиться, уйти от этого всего, потому что, может быть, произошла какая-то неприятная ситуация. Однако вместе с болью у него есть именно и к вам привязанность, любовь, страсть всё равно. Это всё есть. Но просто это сейчас закрыто, скорее всего, какой-то болью. Болью и как будто бы уходом, отказом от этих отношений. Карта не говорит категорично о том, что человек от вас уйдёт, или о том, что он никогда не вернётся. Она говорит именно о его чувствах, о переживаниях, о том, что ему нужно сейчас от чего-то освободиться по поводу вас, постараться изолироваться, может быть, как-то. Также карта может означать напрямую расстояние между вами или дорогу. И человек из-за этого переживает, то, что он уехал, или то, что между вами такое большое расстояние. И вот как теперь быть? Очень скучаю, не могу. Вот такое вот всё. Именно страдание от того, что вы раздельно. Ну, такие у нас были 6 позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Ещё раз вас поздравляю с Новым годом. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok